Социально-экономическая ситуация в Советском районе напрямую затрагивает республиканскую программу индивидуального развития МРИЛ. Руководитель региона Юрий Зайцев сразу поинтересовался состоянием районного бюджета, исполнением нацпроектов и социальных программ. Отдельное внимание вызвал экономический сектор. Мне, конечно же, хотелось бы услышать ту часть, немаловажную именно экономики района, формирование экономики района, это создание нового оборудования базы. То есть, каким образом у вас функционируют предприятия, какие перспективы, какие риски. За последние два года экономика района показывает рост как в промышленном, так и в сельскохозяйственном производстве. Основу налогооблагаемой базы составляют предприятия сельскохозяйственной и строительной отраслей. А главной движущей силой развития экономических процессов можно смело назвать 6 национальных проектов и 11 региональных программ. В районе активно идет дорожное строительство, реализуется программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Инвестиционный климат также благоприятен. Крупный инвестор в лице Госплемзавода «Семеновский» в ближайшие три года планирует вложить свое производство на территории района, а это новый животноводческий комплекс, до 1 миллиарда рублей. В оборот также вернется 5000 гектаров залежных земель. В планах значится и строительство нового кирпичного завода. Что же до дорожного строительства, то в ближайшие 6 лет на эти цели планируется потратить 350 миллионов рублей. Есть и проблемы, которые нельзя разрешить без помощи руководства республики. Речь идет об инфраструктуре на земельных участках, которые безвозмездно предоставлены многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Сложилась такая ситуация, что участки не обеспечены коммунальной инженерной инфраструктурой. Отсутствие водоснабжения, водоотведения, газификации, а также транспортная доступность. В связи с этим мы приостановили предоставление участков до разрешения этой проблемы. Юрий Зайцев заявил, что все необходимые распоряжения в соответствующие ведомства будут отданы без промедления. Все остальные сложные вопросы, в том числе и по благоустройству верхушнурской школы, будут решены на месте во время рабочей поездки руководителя региона в советский район. Я приеду к вам, во-первых, мы там более подробно рассмотрим эту проблему. Я думаю, что я поручу нашему устрою региональному отработать этот вопрос. По школе мы с вами обсудили, это действительно, считаю, что хороший выход. Мы, опять же, посмотрим, отработаем. Минобразование республики тоже на вопрос не подготовит, отработает все время. В субботу я буду у вас в школе. Я думаю, что мы посвятим вопрос этому торжественному событию. Заодно вы мне покажете школу. И потом, через какое-то время я приеду, мы все вот эти вопросы, которые мы обозначили, значит, мы обсудим, еще раз повторю, постараемся их решить. Рабочие встречи руководителя региона с главами районных администраций будут регулярными. По словам Юрия Зайцева, все обращения жителей республики должны быть приняты во внимание.